Дело сделано. Все кандидаты найдены. Вы до сих пор считаете, что это хорошая идея? Несомненно. Их пытались заткнуть. И втоптать в грязь. Всеми способами. Вы думаете, что после этого они станут с нами сотрудничать? Многие из них утверждали, что телевидение – это зло. Но никто из них не отказался появиться там. Справедливо. Итак, кандидаты. Снейл Кик. Снейл Кик. Поднимал проблему воспитания детей до того, как это стало популярным. Детей нужно защищать от ебланов, родителей, а не от интернетов. Нет. Следующие кандидаты объединены в одну касту. Мы их называем самолюбовашки. Поднимают такие астросоциальные темы, как «Что в моей косметичке?», «Как я принимаю ванну?», если вкратце высокоинтеллектуальный контент. То, что надо. Следующий кандидат – Чак Ревью. Сразу нет. Почему? Он мне никогда не нравился. Дмитрий Ларин. Сразу да. Одно но. В своих видео его речь изобилуют научными терминами. Однако, нашел так называемого «большого русского босса», научная терминология прослеживалась только в заранее заученных изречениях. Тогда нет. Константин Павлов и Максим Бранд. Константин Павлов и Максим Бранд. Обманывают школьников, подметают жопами асфальт, популяризируют людей, поедающих блевотину. Вот такой тандем. Вы в своем уме? Почему он еще не с нами? Евгений Баженов. Микрофон, передайте. Евгений Баженов, также известен как «Бэткомедиа», стал олицетворением борьбы за хорошее кино в России. Ему уже ответили в Твиттере, с него хватит, да еще и та пародия. Игры надо запретить, ведь именно игры наносят вред, а не родители. Общественность будет недовольна. Предлагаю пригласить. Для галочки, так сказать. Тогда сделайте так, чтобы ему было стыдно появиться там. Всем привет, меня зовут Николай Соборев. Еще недавно я говорил, что российское телевидение – это полное дерьмище. Но я не смог отказаться от возможности пойти на «Пусть говорят», сделал несколько видео на одну тему, и теперь у меня два с половиной миллиона подписчиков. Хайпанул как боженька. Лучше бы социальные эксперименты снимал. Слушай, вот вы такие умные, а? Ты понимаешь, чтобы снять один социальный эксперимент? Для этого нужно собирать людей, на это уходит не один съемочный день. А так я включил в камеру, что-то рассказал, попросил поставить лайк, оставить комментарий, сделать репост. Вот так делаются рейтинги. Сильное заявление. Камикадзе ди, освещение. Этого вообще пора заткнуть. Максим плюс сто пятьсот. Без комментариев. Хуй, пиздец, ахуй, пиздец, заебал. Блять, нахуй, пизду. Сколько подписчиков? Восемь миллионов. Но смею заметить, что количество просмотров не соответствующее. Зато подписчиков много. Представьте заголовки. Однозначно да. Слушайте хорошую музыку. А он просто завидует. Приступайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok